Давно стихами говорит Нева. Страницы Гоголя ложится Невский, Весь летний сад Онегина глава. О блоке вспоминают острова, А по разъезжей бродит Достоевский. Сумыл Маршак прав. Петербург неразрывно связан с литературой. Здесь жили и творили великие поэты и писатели. По этим улицам бродили герои их произведений. Предлагаю отправиться по литературным адресам Северной столицы и взглянуть на нее глазами русских классиков. Летний сад был излюбленным местом Многих выдающихся представителей русской культуры. По этим аллеям бродили Жуковский, Гончаров, Блок, Ахматова и Крылов. Здесь же впервые встретились будущие друзья Пущин и Пушкин. Александр Сергеевич одно время жил неподалеку И приходил в летний сад как к себе домой. Иногда прямо в халате и туфлях на босу ногу. Пушкину так нравилось это место, Что он не раз упоминал сад и в своих произведениях. Например, в Евгении Онегине. Сюда в детстве гувернер водил гулять главного героя романа. Невзрачный на вид Кокушкин мост упоминает сразу несколько писателей. Все началось с одной эпиграммы Пушкина. Его посыл подхватил Гоголь, который как раз недавно переехал в дом Зверкова неподалеку и отправил главного героя повести записки сумасшедшего по этому маршруту. Лермонтов тоже решил не отставать и отметил мост в своей неоконченной повести «Штос». Окончательную известность речной переправе принес роман Достоевского «Преступление и наказание». Ведь именно здесь начинается путь Родиона Раскольникова. Еще одно место, за которым закрепилась литературная слава – Толстовский дом на улице Рубинштейна. Он принадлежал графу Михаилу Толстому, пятиюрному брату Льва Николаевича. Здесь нередко бывали в гостях известные поэты и писатели. Михаил Булгаков, например, заходил навестить родственника, востоковеда Позднеева. По одной из версий, именно его внешность писатель использовал при создании образа Воланда для романа «Мастер и Маргарита». И этот нестандартный памятник появился в северной столице недавно. Александр Блок встал лицом к городу в небольшом сквере на улице Декабристов. Поэт жил в доме неподалеку. Здесь же написал знаменитое стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека». До сих пор точно неизвестно, о какой аптеке писал Блок. На улице их две. Сам поэт на вопрос отвечал туманно, так и не разрешив споры. За годы жизни на Офицерской, так тогда называлась улица Декабристов, Блок также написал поэму «12». Она нашла свое отражение в скульптуре. Поэт идет против ветра, сметающего все старое с улиц революционного Петербурга 1918 года. Сад Сен-Джермен получил свое название из-за схожести с французскими садиками. Когда-то уютный двор был свидетелем выступлений Анны Ахматовой. Здесь, в тимитеризме, у журчащего фонтана она читала свои стихи. В начале 20 века сюда приходил Максим Горький. Позднее на этих лавочках, скрывшись от шума и толпы, собирались Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и разные знаменитые музыканты. Сейчас творческие вечера здесь никто не проводит. Но чтобы затаиться с хорошей книгой и завершить прогулку, сад подходит идеально. Субтитры создавал DimaTorzok